Встреча эмигрантов Всех приветствую, дорогие зрители Чтобы всем людям подарить спасение И мы читаем, как тут описывают, что ты в Божьей милосте Много милости И каждый, кто призывает тебя Он имеет возможность получить ответ в жизни Получить благословение Получить Божью милость Получить руководство в жизни Получить от Бога образование Как жить и как поступать Знаете, я всегда, когда беседую с молодыми людьми Они всегда спешат У них нет времени никогда Я не всегда говорю, вы знаете На американских дорогах На американских дорогах Очень, очень много пролито крови Порою войны не забирают Столько людей, сколько Американские дороги забрали в жизни Знаете, я говорю, когда вы езжаете с дому Не забудьте Попросить Божьего благословения на дорогах Не забудьте сказать Боже, благослови меня в этот путь Благослови меня сегодня на работу Боже, сохрани меня от аварий Сохрани меня от всякого зла Сохрани, Боже И пусть в нескольких словах этой молитвы Это есть гарантия вашего благословения в жизни На каждый день И это очень важно Милость Господня Есть этот путь Приди к Богу, получить прощение своих грехов И наследовать вечную жизнь Как-то один молодой человек И когда он заходил туда в дырму Он переоделся в другую одежду Потому что в твоей дырме нельзя было заходить И когда он подходил к нему Он начал кричать Я не хочу с тобой ничего иметь общего Сущий на небесах Да святится имя Твое Да придет царствие Твое Да будет воля Твоя И на земле, как и на небе Хлеб наш насущный Подавай нам на каждый день И прости нас долги наши Как и мы прощаем должникам нашим И не введи нас во искушение Но избав нас от лукавого Ибо Твое есть царство И сила, и слава Во веки, аминь Сережа, я когда-то увидел Как Сережа вся его семья Супруга поет А дочка-скрипачка тоже поет Сын, где играет? Да, с чем? Диа, где он чек? Он, то есть, потяжелее сделал, да? Девочка с кримком, он дал начек А в Токе больше ты или жена больше С музыкой? Если так сказать, то мы поем Потому что мы очень часто участвуем В разных церквях И не только в детстве, в Ани Но в разных разгадах В воскресенье мы будем участвовать Да, поэтому, даже он и так А вот зачем она церкви помогает? Так же все нормально Он помогает, поет, помогает, подняться Друзья, хорошо, у вас тут песни После этого Ольга у нас расскажет Все, спасибо всем Ваше будущее Все, все пресня Когда он говорит Ну, давай, ты хочешь, чтобы будет веселее Но я попробую Это будет песня про славление Мы просто представляем нашего Бога А почему мы его представляем? Потому что он дал нам это желание Служить и помогать Если бы не было Бога в душе нашей Я бы думал, что мы были где-то в другой стороне И где-то были наполнены злостью Ненавистью друг к другу И так как Бог это вселяет Я же Мария Живу, живу и живая Иисус, когда ты мне Иисус, когда ты мне Иисус, когда ты мне И он мой Я так жажду Он же знает тебя Иисус, когда ты И он живой Мы верим в нашу Богу И если бы не было Бога в нашем сердце То мы тоже где-то тут погибли Поэтому мы вас призываем Чтобы вы его познали И я знаю, что каждый придет свою дорогу В жизни здесь, в Америке Хотя страна чудес Как говорится Вы все можете достигнуть Но много трудностей будет у вас Все равно как бы не было Так что вы знаете И когда у нас проблемы Мы не идем там к другу И к кому-то соседу В первую очередь Мы просто встаем на колени Божьи Помоги нам Я думаю, что многие из вас Это так делали И может быть даже Это не обязательно говорить Но вы когда Когда будут трудности Вы просто призывите Бога И Он вам обязательно поможет Такой ужин дают На встрече эмигрантов Такая котлета Красивая Салатик А мне кофе Это я Сильная женщина в молитве Написал песню Мы еще все споем Знаете, когда Вообще мне тоже интересная история Как я сюда попал Я быстро постараюсь Моя бабушка Мы сами с Украины Моя бабушка была Капсомольским вожаком Она командовала Строила там эти То есть Капсомольца В театре играла И однажды Где-то такие все Ученили в Украине Скажи, пожалуйста Кто был за партнер Зареют за работу Вы Здравствуйте 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 Он Это мусульманин Ислам Каримов Вы Заступил Здрасте Переселил 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 Не нужны Встретимся Обговорим Зарплату Сколько Ну, короче Все эти Готоданту, да Вчера Поговорился Еще с двумя апартами Есть где-то 30 свободных апартам Вау Ну, где-то там В районе 35 И можно Можно заехать Аплата Сколько Где-то начинает 1600 До 2700 2700 Это уже Там Люкс Короче И все Не оказывайте Все Это Ну, окей Я там буду Подходите Поговорим И это И еще Еще раз повторяюсь Я Не риелтор Нет У меня Желание И что нет Стать риелтором Мне еще Нет Упаков Не будет Просто Многие думают Риелтор Не риелтор И эти апарты Повторяюсь Не мои Я не владею апарты Пока Я просто Хорошу дружу С людьми Хозяева И эти апарты Благодаря вам Хочу сказать спасибо За доверие Всем Благодаря вам У меня Под контролем Где-то 22 Апарных комплексов Ну Всем спасибо Еще раз За доверие За все Возьмите Вроде Все Я побуду Подходите Наверное Это Я не знаю Наверное Последний раз Как я здесь буду Потому что у меня Сступитель начинается Сезон У меня Бред не будет И как бы Будете Там Раз Месяц Приходите Все А вон Русский Секьюрити В ГАДИ Работает Вот этот Работает В ГАДИ В форме А этот Работает В полиции В областной Для вас Наслушать А потом Можете задавать Вопросы Какие Закатить На группе Мігранты Сакраменто Приходят Адвокаты Шерифы Полицейские Секьюрити Реалторы Как ты Скажи Я говорю Улыбайся Он же говорит Когда приехали Что вы понимаете Английский Вам станет Улыбаться Потом Будет День Когда Вы проснет Если вы Помните Что вы Можете Общаться Вам станет Учерка Не улыбайся Значит У тебя Что-то Непорядка Потом Вы помните Что у вас Раз Очень Много Возможно Вы можете Идти Учиться Куда Захотите Без Взято Без Знакомств Без Накады Без День Вам Будет Помогать Для того Чтобы Вы Учились Это Включая Колледжи Университеты Знакомствую Ну Так Просто В Америке Как Кажется По Всему Миру Мы Слышим Такие Вечи Как Свобода 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 Все Связано С Америкой Но это монета с двух сторон. Две стороны. Вся свобода в основном заключается в том, что это по правой конституции, которые вам дают свободу слова, свободу начали оружие в некоторых случаях. Мне эмигрант-квартирант. Но именно ходить по улице и делать, что хочешь, и когда хочешь, и с кем хочешь, и как хочешь. Такого здесь нет. Видно, что шире. Самый большой в этом зале. Друзья, на встречу эмигрантов приходят очень важные люди. И в речке водится очень большая рыба. Но я вас хочу предупредить. Пускай они дальше бегают. плавают, и вы их не пробуете. Потому что если вы не знаете, что вы делаете, вы можете сказать очень плохую ситуацию. Я в Порисе уже больше 20 лет. Но у меня общение мое со славянским населением не нравится. Мне тоже не нравится. Мои корни. Это то, что я понимаю. Но расскажу. Самая с Украины. Я с Украины тоже. Я люблю мой украинский народ. Но мой муж говорит, что не всех больных война убила. Извините. Но наши люди приезжают. И такие чудеса творят. Такие неадекватные бывают. Я говорю, нам помогут убить грошенники. А потом у меня появился велосипед. Как-то немножко так, знаете, наоборот. Но в какой-то момент у меня появился велосипед. Мы на то время жили в южной части Сакраменда. С папой ездили в магазин. И в один день мама мне говорит, Виталий, поедите, купите хлеб, мясо. Я сажусь на велосипеде. И еду точно так, как я ехал с папой на машине. Я еду по улице. Я выезжаю на фривей. Магистрат. И не доезжая до выхода с фривеем, меня останавливает полиция. Я не понимаю, что он мне говорит. Потому что что-то на меня... Ну, чувствуется, что он мне грубит. Но я ничего не знаю, что он мне говорит. Головой махает. И в какой-то момент я понимаю, что он мне говорит. Бери свой велосипед, кидай его назад. И показывай, куда ехать. Я так сделал. Мы приезжаем домой, а папа у меня строй. Выходит мой папа. Там стоит полицейский, неожиданно. Он берет велосипеда, бьет папе. Папе что-то говорит. И папа точно так ведет, как я себе вел. Так прилично улыбаться. Так надо. Полицейский уезжает. А папа бьет ремня. Папа, как говорится, провел урок дисциплины. Да, да. Я просто не понимал. Ремен. Так обидно было. Пришли к нам гости американцы. Папа говорит, вот знаете, вот как-то так не получилось. Мы в эту страну приехали. Вот деталика уже привезла домой полицию. Ой-ой-ой. Они говорят, что случилось? Я им объясняю. Вот я там в магазине. А куда? Они говорят, ты что? На велосипеде выехал на магистраль? Нельзя. Да. Оказывается, этого делают люди. Нельзя. И вот так вот было мое первое знакомство с полицией. Его снимать нельзя, он так посмотрел. А потом дальше я расскажу. Да, есть какие-то порядки. Некоторые из них на работе сзади говорят сурные. Например, вы пошли в парк погулять, из-за чего солнце, стало темно, и приезжает полиция, он говорит, уважаемый, что вы здесь делаете? Уже темно. Да, когда темно, парка нельзя, а Дима ходит. Еще там килом. Машины. Представь, что его ждет. Машины здесь, чтобы купить. Очень легко ездить. Очень легко. Ой. Есть как-то тикер. Я же говорю, что да. Да, штрафы. Многие, к сожалению, с вами будут с этими вещами очень быстро знакомиться. Вечером нельзя мыслить. Во-первых, они дорогие. В парке нельзя быть вечером. Во-вторых, они влияют на ваше будущее. Он же полицейский говорит, но все. Ну, наверное, на чем надо зайти в праздник. Почему в США нельзя вечером быть парком? За метро, витете, вам могут дать два поинта. Для вашей безопасности. Вас могут напасть. Если у вас набирается в течение четырех лет четыре поинта, у вас забирают права. Очень интересно. Заброют права. Очень интересно, я говорю. Не нужно поехать на работу. За права. Родственникам усилия машина, вас опять останавливает полиция. В этом случае вам дают новое наказание. Забирают вашу машину на 30 дней. Да. Еще выйдет дополнительный штраф. Она так будет за 30 дней? Такой штраф на бездействие, ты уже езжай. Чтобы вы купили машину, это тысяча процентов долларов. Ты же лучше нас. Что же будет хороший штраф. Мишурец поднимут. Да. И потом думаешь, наше вам не сдалось. Надо ездить по правилам. Да, да. Такие вещи, как... Вы предложили нам 20, 30, 40. И на этом все. Выше предположено, если вы едете больше чем 5, и дальше шанс получить штраф. Так. Сегодня очень много людей. К сожалению, здесь не работают. Но мы приехали, да-да-да-да. Такое разница здесь не работает. Не вздумайте. Если вы предложите, то это уголовное дело. Если полицейский согласится, то это уже уголовное дело. А когда на старте придают 40-50 долларов в час, вы друга шерифа в полицейской кресле. Сейчас закончим. Кто-то сделает рисковать свои работы. За как взятки? Что нужно делать из вас со стороны? Полиция? Здесь немножко по-другому. Не выходите с машины. Потому что на это отреагируют... Ну, руки на руки. Да, да, да. Руки на руки. Машины выводить не нужно. Не нужно нервничать. У вас никаких проблем не будет. Вам просто подойдут. Так, так и так. Вас остановили, допустим, за провешение скорости. Предоставьте права, регистрацию, страховку. Никаких резких движений. Сидите спокойно, откроете и разделываете. Да, нельзя. Полицейский уйдет. Потом вернется. И тут два варианта. Ей у вас просто придут лица. Пожалуйста, не делайте этого. Дальше. Второй вариант. Это вам дадут титул. Такие вещи, как обжалование тиккета на дороге не делается. В конце снизу тиккета будет дата суда. То есть, если вы хотите обжаловать ситуацию с полицейским, вам нужно прийти на суд. Потому что, в конце концов, решать, кто прав и виноват, это суд. Поэтому, если вы будете настаивать на своем, вы скажете, что я не хочу подписывать тиккет и так далее, вы не подписываете то, что вы виновны. Вы подписываете то, что вы согласны, это обжаловать в суд. В суде. Или что согласитесь с решением. Вот у вас такие два выбора. Виталий, можно я спрошу. Есть вариант, когда вы виноваты, но отказываетесь. Полицейский 100% накажет, чтобы доказать, что вы виноваты. Есть вариант, когда вы знаете, что вы виноваты, и сложно троситесь. И есть шанс один из старых, что вас простят. Правда? Да, да. Меня простят, они три раза подряд. Но это зависит, кстати, от ваших поражений. Если взяли ваши права, и виноваты, и тогда покажут, что ваше нарушение было. И право нечего не ориентировано, а вы не покажете, что уже ваши, как говорится... Это было давно. Да, ваши связи с полицейским нарушатом. Так это было давно. Если первый раз, есть шанс. Если первый раз... Я была в униформе, после я работала с пьюриками. Меня три раза простили. Пишут, каждый раз, когда вас останутся в полицейском. В полицейском остается рекорд. Рекорд ваших прав, рекорд машин и так далее. В каких случаях он выведет вас в машине? Выведет в том случае, если вы в чем-то подозреваетесь более серьезным. Да, да, да. Или там, где вы находитесь, какая-то создается опасная ситуация. В другом случае вы просто сидите в машине. Теперь, еще одно правило, которое некоторые немножко не понимают. Если вы видите, что едет пожарная машина, скорая помощь, полиция с мигалками и сиреной, по закону вы должны сдать право и остановиться. Даже если это встречно. Даже если это встречно. Потому что вы не знаете, в какой момент этой службе нужно будет пересечь дорогу. Потому что на повстречной поедете. Да. Вы не увидите такие вещи, как едет, извините за уважение, какой-то дургор с мигалками. Здесь такого нет. Какой-то депутат с мигалками едет. Здесь депутатов с мигалками тоже нет. Здесь губернаторов возят без мигалок. Вы никогда не увидите неаварийную службу, которая будет ехать с какими-то мигалками. Соответственно, если вы видите мигалки, это реально. Такой у нас сегодня по-юзайски. Какие еще есть вопросы? Я привезла сегодня мигрантов. Я даже в багажнике одного привезла. Очень много работы, очень много мигрантов. Всем нужна помощь. Устаю, помогаю. И все равно помогаю. Пожелание какое-то есть? Еще для наших славян. И, наверное, ты не последний раз приходишь к нам. Пусть нам такие люди надо, да? Человечки. Научат нас. В следующий раз я приз приготовлю. Новый. Я не буду позориться старыми вещами. Раз, два, три, четыре. Сашка, ремонт. Что? Четыре человека есть. Приходите подробно. Здесь стрижка бесплатная. Мне тоже надо. Друзья, вот такие интересные проходят у нас встречи эмигрантов по вторникам. Приходите. Будет весело и полезно и назидательно. Он сказал, цените то, что у вас есть, чтобы не потерять. Очень весело и интересно. Приходите по вторникам на встречу эмигрантов. Будет весело и полезно. Все, встреча эмигрантов закончилась. Всем до свидания. До следующего вторника. Магазин, возможно, женщина закончит. Бай-бай. Будущий полицейский Александр Вихилев работает... Будущий полицейский. Будущий английский будет... Не удивило. Здравствуйте,urarmos.